Добрый день, уважаемые 7-классники! Тема сегодняшнего урока Система линейных уравнений с двумя переменами. Прежде чем приступить к рассмотрению новой темы, вспомним, что линейным уравнением с двумя переменами называется уравнение вида АХ плюс БУ равное С, где ХУ переменными А, В, С – некоторые чиселы. А теперь давайте рассмотрим задачу. Сумма двух чисел равна 25, а их разность – 17. Чему равны эти чиселы? Пусть Х – первое число, а У – второе. Так как по условию задачи сумма этих чисел равна 25, то можно составить уравнение Х плюс У равен 25. Также известно, что разность чисел равна 17. А тогда можно записать следующее уравнение Х минус У равен 17. Таким образом, мы получили два уравнения с двумя переменами Х и У. Чтобы ответить на вопрос задачи, нам надо найти такие значения переменных Х и У, которые обращают каждое из уравнений, верное равенство. Т.е. найти общее решение уравнений. Говорят, что требуется решить систему уравнений. И записывают таким образом. Игурная скобка. И читайте. Система уравнений Х плюс У равна 25, и Х минус У равна 17. Теперь подбором найдем пару значений переменных. И этой парой будет являться Х равен 21, У равен 4, которые являются решением каждого уравнения системы. Действительно, эта пара является решением каждого уравнения системы, так как при подстановке этих значений мы получаем верные равенства. Давайте с вами проверим. Первое уравнение подставим. Место Х 21, вместо У 4. И получим равенство 21 плюс 4, равное 25. Равенство верное. Подставим во второе уравнение. Место Х 21, вместо У 4. Получаем 21 плюс 4, равное 17. Равенство тоже верное. Значит, данная пара называется решением системы уравнений. Сформулируем определение. Решение системы уравнений с двумя переменами называется пара значений переменных, которая обращает каждое уравнение системы верное равенство. Решить систему уравнений, значит найти все ее решения или доказать, что их нет. Существует несколько способов решения системы уравнений с двумя переменами, и сейчас мы познакомимся с одним из них. Возьмем следующую систему. Система уравнение 5х плюс у равное 4 и уравнение х плюс у равное 6. Вам уже известно, как строить график линейного уравнения с двумя переменами. Давайте построим график каждого уравнения нашей системы. Для этого из каждого уравнения системы выразим переменную угры через переменную х. Для этого в первом уравнении перенесем слагаемое 5х в правую часть уравнения, изменяем знак на противоположный. И во втором уравнении слагаемое х перенесем тоже в правую часть, изменяем знак на противоположный. положено. Тогда получим систему уравнения у равное минус 5х плюс 4 и у равное минус х плюс 4. Так как графиком каждого из уравнений будет примерно, то для его построения нам достаточно указать две точки. Возьмем первое уравнение у равное минус 5х плюс 4. Возьмем первое значение х, равное 0. В правую часть данного уравнения вместо х подставим 0 и получим у равное минус 5 умноженное на 0 плюс 4. Возьмем второе значение х, равное 1. И тоже в правую часть этого уравнения подставим вместо х 1. Получится у равное минус 5 умноженное на 1 плюс 4 равно минус 1. Таким образом, мы получили две точки с координатами 0 и 4 и вторая точка с координатой 1 и минус 1. Теперь рассмотрим строение графика второго уравнения у равное минус х плюс 6. Возьмем первое значение х, равное 1. Подставим в правую часть уравнения и получим у равное минус 1 плюс 6 равно 5. И второе значение х, равное 3. Подставляем наше второе уравнение у равное минус 3 плюс 6 равно 3. Таким образом, получаем две точки, имеющие координату 1 и 5 и вторая точка с координатой 3 и 3. Отметим эти точки на координатных плоскостях и проведем через них линии. Синим цветом это прямое первое уравнение и зеленым цветом прямое изображающее второе уравнение. Обратите внимание, что построенные графики пересекаются точки и координаты данной точки это минус 0,5 и 6,5. Координаты этой точки удовлетворяют обоим уравнениям, то есть являются решением системы уравнений. В этом можете убедиться самостоятельно, подставить эти значения в уравнение системы. x равное минус 0,5 и y равное 6,5. Таким образом, система имеет единственное решение. Такой способ решения системы называется графически. Возникает вопрос, всегда ли система уравнение с двумя переменами имеет решение, и если имеет, то столько. На примере мы с вами увидим, что если прямые, то есть графики уравнений пересекаются, то система имеет единственное решение. А вот если прямые параллельны, то система не имеет решения. И третий случай, если прямые совпадают, то система имеет бесконечно много решений. Рассмотрим пример, в котором надо выяснить, сколько решений имеет система. Но сначала вспомним, что линейные функции представлены в виде y равное kx плюс b. Число k угловой коэффициент графика линейной функции. Если угловые коэффициенты прямых различные, то прямые пересекаются. Вот рассмотрим, например, y равное минус 2x плюс 1 и y равное x плюс 2. В первом уравнении угловой коэффициент равен минус 2, во втором уравнении угловой коэффициент равен минус 2. Они разные, поэтому они не были пересекаются. И если угловые коэффициенты прямых одинаковые, рассмотрим уравнение y равное 1,5x плюс 2 и y равное 1,5x минус 2. Угловой коэффициент первого уравнения 1,5 и во втором уравнении тоже 1,5. Коэффициенты равны, значит, графики положены параллельно. А теперь выясним, сколько решений имеет система уравнения 3x плюс y равное 1 и 2x плюс 5y равное 5. Для этого выразим y через x. Слагаемое 3x перенесем в правую часть, поменяв знак на противоположную. И получим y равное минус 3x плюс 1. Во втором уравнении выразим y через x. Для этого слагаемое 2x. Перенесем в правую часть, поменяв знак на противоположную. Тогда получим 5y равное минус 2x плюс 5. Во втором уравнении обе части разделим на 5. Тогда получим систему уравнения y равное минус 3x плюс 1 и y равное минус 0,4x плюс 1. Обратим внимание на коэффициенты в первом уравнении. Коэффициент k минус 3. Во втором уравнении угловой коэффициент минус 0,4x. Угловые коэффициенты различные, значит, прямые будут пересекаться. А мы знаем, что прямые могут пересекаться в одной точке. Значит, делаем вид, что система имеет единственное решение. Рассмотрим второй пример. Тоже выясним, сколько решений имеет система 2x плюс y равное 7, и 6x плюс 3y равное 21. В первом уравнении слагаемое 2x переносим в правую часть, применим знак на противоположный, и получим y равное минус 2x плюс... Во втором уравнении слагаемое 6x переносим в правую часть, применим знак на противоположный. Будет уравнение 3y равное 2 минус 6x плюс 21. Во втором уравнении обе части разделим на 3. Тогда получим систему уравнение y равное минус 2x плюс 7. И второе уравнение y равное минус 2x плюс 7. Коэффициенты одинаковые, минус 2x, и в втором тоже минус 2x. И обратим внимание, что ваше уравнение получилось абсолютно одинаковое. Значит, графики все впадают. Если графики все впадают, то система имеет бесконечно много решений. Мы рассмотрим третий случай. Выясним, сколько решений имеет система уравнений. Система уравнений 5x плюс 3y равное 10, и 0,5x плюс 0,1y равное 0,3. Алгоритм будет тот же самый. Выразим переменную y через переменную x. Для этого в первом уравнении переносим слабаемое 5x в правую часть, применять знак на противоположный. И во втором уравнении слабаемое 0,5x тоже переносим в правую часть, применять знак на противоположный. Второе уравнение обе части умножаем на 10, либо делим на на целых 1,10. И приходим в систему. y равное минус 5x плюс 10, и y равное минус 5x плюс 3. Обратите внимание на коэффициенты. В первом уравнении угловой коэффициент минус 5, и во втором уравнении угловой коэффициент тоже минус 5. Если угловой коэффициент равный, то применим расположение параллельно. Давайте это с вами докажем, с вами будет параллельно. Возьмем для первого уравнения y равное минус 5x плюс 10, первое значение x равное 0. и подставим на наше уравнение. Получим, что y будет равен 10. Значит, точка пересечения с осью y имеет координаты 0 и 10. Второе уравнение y равное минус 5x плюс 3. x равное равен 0. Тоже найдем точку пересечения с осью y. И эта точка будет иметь координаты 0 и 3. То есть, наши координаты у точки пересечения 0 и 10 и параллельно точку с координатой 0 и 3 различны. Значит, на координатной плоскости пеной расположены параллельно. Если они расположены параллельно, то система решений не имеет. Итак, сегодня на уроке мы рассмотрели один из способов решения систем линейных уравнений с двумя переменами. Но следует отметить, что графический способ позволяет чаще всего находить решение лишь приближенное. Спасибо за внимание.